МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия и информационная программа «Республика». В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Сегодня на совещании Координационного совета обсуждались вопросы обеспечения правопорядка в республике, а также выявление нарушений и злоупотреблений в сфере ЖКХ. Проблема наращивания долгов управляющими компаниями перед ресурсоснабжающими организациями не теряет остроты. На данный момент 32 организации ЖКХ не расплатились за свет, воду, газ и больше всего должников в Чебоксарах, Алатарьском и Шумерлийском районах. Еще одно частое нарушение – неправильное начисление оплаты услуг для жителей. По итогам проверок, проведенных госжилой инспекцией, выявлено 214 таких фактов. По выданным предписаниям населению проведен перерасчет или возврат платы за услуги ЖКХ в сумме 1 млн 200 тыс. рублей. Михаил Игнатьев потребовал строже контролировать деятельность управляющих компаний и при выявлении нарушений в их работе реагировать незамедлительно, чтобы не накапливать проблемы. Участники Координационного совета обсудили и вопросы, связанные с запретом на ввоз отдельных товаров из-за рубежа. Попытки его нарушения регистрируются в таможне нечасто. Основные потоки запрещенных товаров идут со стороны партнеров России по таможенному союзу, преимущественно из Белоруссии, но также из Казахстана. Указом странам нельзя запретить возить какую-либо продукцию на свою территорию. Это их суверенное право. Было отмечено, что напрямую из зарубежных стран крупные партии товара в республику не попадают, а с мелкими нарушениями помогают разобраться сами жители города. На сайте Министерства экономического развития уже созданы горячие линии по приему обращений граждан. На совещании затронули вопрос, связанный с оценкой угроз национальной безопасности, с финансированием терроризма. За последнее время таких преступлений в Чувашии не выявлено. Мария Леончик, Андрей Спиридонов, Республика. Сотрудничество с Китаем приобретает реальные очертания. Не так давно вернулись из Поднебесной председатель кабинета министров Чувашии Иван Маторин и министр экономического развития Владимир Аврелькин. Напомним, в составе делегации Приволжского федерального округа они побывали в провинции Сычуань. А теперь делегация Китая приехала к нам, чтобы обсудить строительство нового сельскохозяйственного комплекса агропарка. Китай становится ближе. В формате Волга-Янзы регионы ПФО и провинции на реке Янзы в Китае ведут переговоры о возможных инвестиционных проектах. В этом году Республика заключила взаимовыгодное соглашение о строительстве большого агропарка на территории Канажского района. В течение трех лет Китай инвестирует в Чувашию 270 миллионов долларов США. Солидные вливания иностранного партнера, несомненно, пойдут на пользу экономике Чувашии. Сейчас в стадии разрешения вопросы юридического характера. Мы хотим, конечно, как можно побыстрее получить все разрешения. А после этого уже очень быстро развиваем. Если в этом году получили разрешение, то мы активно приготовим к этому. И у нас обидно, в составе агропарк уже обидно, мы можем круглый год работать. Еще одна общая тема – строительство высокоскоростной магистрали. Потенциальный инвестор – тоже Китай. 120 километров высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань пройдет на территории Чувашии. Перспектива вообще прекрасная, благоприятная и много будет интересного. Светлое будущее, по тем проектам, которые мы намерены сотрудничать, на взаимовыгодной основе, будут созданы высокотехнологичные, высокопроизводительные рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Уже открылась канцелярия агропарка Чувашия-Сычуань. А это значит, что проект стартовал. И в скором времени, обещает китайская страна, мы увидим плоды чувашско-китайского сотрудничества. Екатерина Куприна, Юлия Воженина, Андрей Шоклев, Республика. Еще в первой половине 19 века для поощрения наиболее достойных в России появился Институт почетного гражданства. В Чебоксарах в рядах почетных граждан каждый год пребывает в канун Дня города. В повестке дня внеочередного, а 51-го заседания Чебоксарского городского собрания депутатов только один вопрос – о присвоении звания почетный гражданин города Чебоксара. Положение утвердили 35 лет назад. Первым почетным гражданином в 1983 году стал Андреан Николаев. В этом году такое звание получат сразу два человека. В адрес Чебоксарского городского собрания депутатов от администрации города, трудовых коллективов и общественных организаций города поступили предложения на присвоение звания почетный гражданин города Чебоксары на 16 кандидатов. Внесены наградные материалы на 5 кандидатов. Президиум собрания депутатов и мы с вами на совместном заседании всех постоянных комиссий поддержали две кандидатуры. Первый кандидат – Роберт Ильиной. Он руководил столицей Чувашии с 1975 по 1982 год в должности председателя горсовета. С 1982 по 1995 был министром жилищно-коммунального хозяйства республики. К его советам руководство города прислушивается и сейчас. Второй кандидат – Владимир Волков, заведующий кафедрой хирургических болезней медицинского факультета ЧГУ имени Ульянова, депутат ЧГСД второго созыва. Сомнений в том, что оба кандидата достойны стать почетными гражданами, у депутатов не возникло. Кто за? Наиболее часто встречающиеся вопросы в нашей жизни – это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. И очень много вопросов у наших горожан – это вопросы медицинского обслуживания. Поэтому не случайно, что почетные граждане города Чебоксара – это как раз те люди, которые работали в этих отраслях. Торжественная церемония пройдется в четверг, 13 августа. Кстати, льготы, преференции у почетного гражданина немного. К примеру, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное обслуживание в муниципальных учреждениях здравоохранения. Впрочем, становятся почетными гражданами те, кто работает совсем не за награду. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Долг платежом красен. В Управлении Федеральной службы судебных приставов прошла пресс-конференция. Подвели итоги работы за прошедшие полгода. На мероприятие побывала наша съемочная группа. С начала года судебные приставы добились взыскания долгов на сумму более 1 миллиарда 700 миллионов рублей. 711 миллионов было перечислено в бюджет различных уровней. На пресс-конференции также был затронут вопрос о противодействии коррупции. Было возложено два уголовного дела в отношении сотрудников службы судебных приставов. Но здесь можем отметить то, что все эти факты были выявлены сотрудниками нашей отдела по противодействию коррупции. Кроме этого, отделом противодействия коррупции было выявлено с помощью работников управления 3 факта дачи взятки. И когда должники с целью избежать определенной ответственности пытались подкупить судебного пристава исполнителям. В последнее время мошенники рассылают на электронные почтовые адреса уведомления о долгах. Приставы призывают быть всех внимательными. Официальные уведомления о долгах приходят через Почту России. Для того, чтобы самостоятельно следить за своей задолженностью, можно воспользоваться банком данных исполнительных производств. Алексей Табинов, Олег Якимов, Республика. Неоплаченные долги и игнорирование судебных решений часто приводят к печальным последствиям. Так, на днях судебные приставы изъяли у жительницы города мебель и бытовую техникум на общую сумму почти 90 тысяч рублей. Поводом для таких мер стали долги, накопившиеся на счету у жительницы города. Это невыплаты по займу и задолженности по страховым взносам и госпошлине. Общая сумма долга составила более 175 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на имущество, которое используется в одном из салонов красоты города Чебоксары. А женщине представили 10 дней, чтобы погасить всю задолженность в полном объеме. В противном случае имущество выставят на торги. Московский районный суд города Чебоксары приговорил жителя Цивильска к 18 годам лишения свободы. Его обвиняли в действиях сексуального характера в отношении малолетних, в изготовлении и распространении порнографических материалов с их участием. Дело о педофиле, который изготавливал, хранил и распространял порнографические материалы, вел отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКРП Чуваши. Следователи установили, что с ноября 2010 по июль 2014 года мужчина, пользуясь беспомощным состоянием, совершал действия сексуального характера в отношении шести малолетних детей. Некоторые преступления он снимал на видео, а затем распространял через файлообменные системы в интернете. Иногда ему помогала 25-летняя сообщница. Материалом дела также установлено, что злоумышленник по скайпу познакомился с двумя несовершеннолетними жительницами города Новочебоксарска и путем видеосвязи заставил их раздеться на камеру, записал эту видеозапись. Затем родители этих девочек, увидев странную смс-переписку, которую они ведут с неизвестным человеком, попытались выйти с ним на связь, однако тот, почувствовав неладное, скрылся из Чувашской республики. Перед этим он попытался уничтожить часть видеозаписей порнографического характера, которые у него имелись на электронных носителях, а также попытался уничтожить часть самих электронных носителей, однако все не уничтожил. Кроме того, часть видеозаписей удалось восстановить в ходе следствия по результатам проведенных компьютерно-технических экспертиз. Сам злоумышленник уехал в город Москву по паспорту постороннего человека, где длительное время скрывался, проживал на съемных квартирах, однако его все же удалось найти, то есть установить его местонахождение в результате совместных действий, проведенных следователями нашего следственного управления, а также сотрудников отдела КМВД Российской Федерации и отдела КМВД по Чувашской Республике. Преступление он совершал в том числе и в квартире своей супруги, когда та была в командировке за пределами республики. Узнав, за что именно привлекается к уголовной ответственности муж, она развелась с ним. Мужчина в августе 2002 года уже был осужден на 10,5 лет за незаконный оборот наркотиков. Из мест лишения свободы он освободился в мае 2010 года. В ходе судебного разбирательства весь объем предъявленного злоумышленником обвинения нашел свое подтверждение. Это удалось доказать благодаря результатам 22 судебных экспертиз, назначенных и проведенных в ходе предварительного следствия. В частности, было проведено 10 судебно-психиатрических экспертиз, 6 генетических, 2 комиссионные медико-искусствоведческие, а также дактилоскопическая и другие. Удовлетворил исковые требования родителей малолетних потерпевших о взыскании морального вреда. Остаток жизни 39-летний мужчина проведет в колонии особого режима, причем первые 5 лет в тюрьме. Его сообщница приговорена к 12,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Ровно 53 года назад наш земляк Андриан Николаев отправился в космос. Уже в третий раз в нашей республике празднуют День космической славы Чувашия. Мероприятие проходит возле памятника герою на улице Калинина. Дважды герой Советского Союза. Этот человек – пример для многих поколений. В СССР он был третьим человеком, побывавшим на орбите. В 1962 году Андриан Николаев стал участником первого многосуточного полета и первого группового полета космических кораблей. Главная задача – военный эксперимент. В «Восток-4» Павла Поповича играл роль перехватчика спутника, а «Восток-3» Андриана Николаева – роль цели. В этом же полете впервые была опробована радиосвязь между экипажами. Чтобы мы знали, что именно заслуга наших первых космонавтов состоит в том, что они впервые проложили дорогу по неизведанной трассе. В этот день ветераны космонавтики встречаются возле памятника Николаеву. Его подвиг будут помнить долго. Ведь не у каждого народа есть свой покоритель космоса. А наш Андриан Григорьевич даже дважды герой. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика. Таким был этот день глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова